Такой величественный Софийский собор. Здесь косит траву, поэтому такой немножко звук. Очень красивый и величественный. Рядом с собором находится Борисов Камень. Борисов Камень находился вообще за 5 километров в деревне и лежал на дне Западной Двины. Потом его достали и установили рядом с собором. Виды такие красивые открываются. На камне высечен шестиконечный крест и надпись. Господи, помоги рабу Божьему Борису. Рядом вот Борисов Камень. И Западная Двина. Красоты такие открываются. Полоцка. Сегодня такой замечательный день солнечный. С погодой мы угадали. Прямо возле собора установлен Борисов Камень 12 века с нанесением изображения крестов и древних надписей. Долгое время этот камень лежал на дне Западной Двины, около деревни Подкостельцы, 5 километров от Полоцка. И появился из воды только в засушливые годы. Вот крест какой интересный. Еле виден. В 1981 году камень был привезен сюда и поставлен на этом месте. Около Софийского собора. В окружности он около 8 метров. Тут существует традиция, если подойти к камню, прислониться к нему и загадать желание. Обойти камень три раза, то оно сбудется. Ну, огромный валун. Открывается, да, мост. Написано, что в Полоцке пять мостов. Пять мостов. Вот это один из них. Захар, пойдем к следующему камню сходим, посмотрим. Вон к тому. Пошли. Видишь, какая здесь высокая гора. А? Я буду делать, мальчик. Что это там делать? Пойдем камень посмотрим. Давай. Пошли. Захар, пошли. Это опасно здесь сидеть. Рогнеда, соответственно, уехал. От собора везет вот такая лестница. к набережной. Это парковка для велосипедов. Вот здесь вот карта, смотрите. Туристическая информация. Информация для туристов. О туристических объектах Полоцка. Птички поют, да? Сегодня такой денек. Деток привезли на экскурсию. Какие камушки тут стоят? И водичка, источник текет. Какой-то источник текет. Так? Ну да, такой сладенький. Какие музеи рядышком. Пешеходный, на велосипедах можно здесь гулять. Нижнепокровский. Видишь? Вот это вот здание бывшего коллеги иезуитского. Сейчас здесь расположен Полоцкий державный университет. Кстати, вот вывеска. Да. Вот. А за ним вот это здание ветеранской керхи. И сейчас здесь разместился краеведческий музей. Давайте зайдем сюда. Вот. Краеведческий музей. Я хочу в Волдограде побывать. Хорошо. Раньше это была лютеранская керха. А сейчас это историческая каштовность. А погода в 1888 году. Пойдемте. Смотри, какое интересное. Смотри, какой... Смотри, бивень мамонта. Видишь? Сахар. Как дерево обычно. Нет, это вот его. Видишь, бивень. Честно. Это какой-то крест. Зной день в 1876 году. Раньше такое поселение в Полоцке жили. Кривичи, наверное. Племя. Городище. Городище было, да. Сугунки какие были. Смотри. Захар. Посмотрите, какие были сапожки маленькие. Такие люди были маленькие. Ножки у них были. Нет, наверное. Я уже жду. Это на копыта. Да? Из зенечка. Это выруба со шкуры. Детали. Ботика дитячего. Детского, да. Сапожка. Дитячий ботик. Прикольно. А здесь что? Ювелирнее упрыгожение, видишь? Полоц находился на древнем торговом пути. Зваряг в реки. И вел оживленную торговлю с Киевом, Смоленском и другими городами. Торговал со странами Запада и Востока. Видишь, племя Кривичи населяло его. Древний город Полоцк. Какой был. Смотри, какой он был интересный. Вот это, да, все было деревянное. Арабские деньги. Вот это денежки. А гребешки какие интересные. Бусики, смотри, из чего они делались. Угу. Смотри, какие книги, да, да, внешние. Столица Полоцкого княжества. В состав которого, слышите, входили Минск, Витеб, Слагойск, Усвят, Друцк, Лукомль, Заславль, Брославль и Орша. Вот так. Переходим в другой, идем смотреть здесь. Смотри, какая кольчуга. Надевалась рыцарями, она очень тяжелая. Видишь? Тише, не подходи близко. Да, аккуратно. Захар. В восьмом веке Полоцкие князья воевали, видишь, против крестоносцев, торможшихся в Прибалтику и Полоцкие земли. Скульптура Владимира Полоцкого. Какой красавец, смотри. Видишь, мужчина. Да ядра такие. Надо было их в пушки закатывать, наверное. Грюнвальдская битва. Доспей. Из железа. А здесь колокол какой-то. Захар, иди сюда. Иди, буду рассказывать тебе. Смотри, какие раньше иди, Захар. Цацкие были, свистульки. Ножики. Смотри, свистульки какие были, да? Да я видел. Из кости и глины. Там крестики. А это, смотри, шахматная фигура, Дим, из кости. Видимостик. Старинные книжки какие-то. Полоцк, 18 век, видишь, город уже какой был здоровый. Вот в ночь на 12 июня 1812 года 600 тысячная армия Наполеона вторглась в Россию. И Пола стал один из первых мест ожесточённого сражения. Видишь, воевали против Наполеона. Французский капелюши офицерский. И пистолет. Это сражение под Полоцком. И поставили вот такой вот помник. Ружу. Середина 19 столетия. Шарики такие. Это же эти. Ядра. Ядра, да. Амбундирования какие. Такие маленькие солдатики. Иди сюда, посмотри. Маленькие солдатики. А вот это как этот наш инкассаторский, как его, бронежилет. Какие хорошенькие солдатики маленькие, смотрите. А это что? Ружу. И винтовки. И револьвер. Револьвер. Печать. Смотрите-ка, печать. Полоска социал-демократического общества. Рабочая партия. Ну, улечка полоска двухмерная. Красиво. Смотри-ка, старая была. Воюют. Устывая. Да. Денежки какие раньше были. Иди посмотри. Смотри, аккуратно стекло. Хорошо. Интересно, какой портрет. 50 копеек, 1912 года. Ого. С царем. Медали. Облигации тоже выпускались. Красиво сделано. Первый этаж, пожалуйста, дальше продолжение. Туда? На две ступенечки. Направо посмотрите. Крестьянский будет спортивной выставкой. Второй этаж. Спасибо. А вот здесь я не сняла. Смотрите, какие утюги были, да? Шлейная машинка для пошел и шляпи. Вот это да. Фляжки какие. Бутылочки маленькие. Вот, можно послушать. Киркот. А, покажи, может, послушать. Киркот. Красиво сделано, да? Так, теперь на второй этаж пойдем. Ремня. Они жили же, где у них были деревянные дома. И вот эти орудия труда использовали. Плух. Вилы. Маслобойка ручная. Ступа. Смотри, какой ковш большой, видишь? Ничего себе ковшик. Да. Вот за осторожное шкло. Какая вот хата была такая. Кафтаны висят, да? Красиво. Печка. Кровать и колыска рядом. Сразу стол. Да, дубленки ничего такие. Лапти. Смотрите, лапти. И веретено. Да, лапти. Ну и что, что красиво. Пошли. Вымпелы. Велосипед какой прикольный, смотри. Коньки вот у нас такие есть. А шоу? Черного цвета. Шоу? Советские. Восьмидесятых годов. А где шоу? Мама, где шоу? Кто? Шоу? Ну, нету, наверное. Смотрите, какие вымпелы. А что это такое? Пояс победителя. Мама, на второй этаж. Сейчас пойдем на второй этаж. Мама, я на второй этаж. Нет, без нас. Смотри, какие боксерские перчатки. Подожди, без нас не ходи. Это фехтование. Полоцкие фехтовальщики. Лестница, вот смотри, ведет на второй этаж. И какие-то, вот видите, рисунки. А что Литранской Керхем раньше делали, интересно? А, это как что было? Ну да. Вот здесь можно сфотографироваться. Смотрите, какая пушка. Захар, становись с пушкой. Это советское время уже, видите? Книжки, портфельчики. Какие-то гусли, смотрите, инструменты. Балалайта, скрипка. Тише. Ноты. Фотоаппарат. 30-х годов. Какие снимки. Икона даже. Старинная. Какие-то, что-то печатаешь. Попробую. Известно, что есть. Это что у камеры давалось? Да. Крестовая. Хе-хе. 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 Ага. Хе-хе. 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 захарик стекло не прикасайся иди сюда русская сабля идите посмотрите и винтовка мусина 1891 года папировые гроши видишь бумажные штыки для винтовки революционерской все ты что там видишь смотри какие раньше были машинки печатные на них печатали телефон какой был раньше и гармошка рубахи с вышивкой этом печатная машинка на ней печатали за навсегда в коробку в такую сложилась нет это печатная машинка вы какие чайники народная медицина представлена смотри набор доктора тебе интересен набор доктора вот это горло смотреть вот это слушать в эту вставляешь видишь трубка а банки ставили всякие микстуры видишь зачем банки ну чтобы кашель проходил быстрее интересно а здесь что у нас там галоши всякие маленький утюжок зонтик шляпка и зеркало часы какие старинные патефон смотрите это патефон вот книжки такие смотри какие интересные золотых ключах оба проходы буратино видишь счеты иди посмотри счеты какие захар мама еще на таких считалов тысяча девятьсот семьдесят восемьдесят девяносто втором году смотрела еще девяносто втором году сберкасса были такие шутки но он калоши смотри на сузахарка такие калоши ну да а это это как называться то было лайка такая там и на втором этаже музея краеведческого в полоцки до захар где наш папа со стасиком